Трамп, он на самом деле и не с теми, и не с теми. Это, собственно, делает его темной лошадкой. Если бы он просто был республиканцем старого типа, консерватором старого типа, американским консерватором старого типа, то его можно было бы легко поместить в ящичек, на самом деле, он бы и на выборах никогда бы не побеждал. А прелесть, на самом деле, в том, что он, с одной стороны, республиканец пиздец такого старого типа, типа полег он, но, с другой стороны, он республиканец, к которому уже сейчасошние люди, вот сейчас, вполне себе привыкли. То есть, с одной стороны, он вроде бы и что-то из незапамятных нахуй времен, но, с другой стороны, он вроде бы и Буш, и Буш старший какой-нибудь и так далее. Что-то в то же время очень знакомое. Это я все еще выношу за скобки его name recognition, который следует не из его политической карьеры, а из его телекарьеры. Когда он передачи в телевизоре вел всякие. И когда он на свои деньги ремонтировал каток в Центральном парке в Нью-Йорке. То есть, это я еще за скобки выношу. Я пока про политическую его сторону говорю. И поэтому то, что часто выдается за какой-то переизбыток изоляционизма в современной нам республиканской партии, это по большей части на самом деле просто трамписты. Это, во-первых, трамписты, которые идейные. Люди, которые, в принципе, с Трампом. И трамписты, которые примкнули. Потому что поняли, что это популярно и что вот это побеждает на выборах. А то, что мы делаем, не побеждает. Потому что для некоторых республиканцев постепенно становится понятно. Вот эта история про то, что в 2008-м Джон Маккейн просрал из-за Сары Пеллин. Это тухлый пи***ш. Джон Маккейн просрал из-за Джона Маккейна. А голосовали за него из-за Сары Пеллин как раз. И вот сейчас, только сейчас, там это был 2008-й год. Это он нам Обаму подарил в итоге. Первый раз. Потом Обама вы***л Мита Ромни в 2012-м. Это часть того же самого процесса. Это часть непонимания. Вот типа, б***ь. Никто за Рона Пола голосовать не будет. Надо, чтобы взрослые люди были в политике. Рон Пол это экстремист. Пусть будет Мит Ромни. Мит Ромни сейчас всех вы***л. Мит Ромни так отсосал, что просто мы получили еще 4 года Обама. То есть, вот эти настроения республиканская партия в себе в какой-то момент пережила. Не изжила полностью. То есть, вот люди, которые рассуждают про то, что вот пришли бы взрослые люди, такие как Мит Ромни, и показали бы всем, как делать политику. Такие все еще есть. Но критическая масса трампистов набрана. Во-первых, трампистов, которые идейно уверены абсолютно, что Трамп это визионер, человек с видением будущего. Это не совсем так, как я все-таки считаю. Ну, не важно. И помимо идейных трампистов, есть еще примкнувшие к ним всякие Теда Крузы, которые просто видят, так оказывается, всякая хуйня типа Мит Ромни, она вообще не способна выигрывать. Это в 12-м это не недоразумение было. То, что нас так было Обама. Это не какой-то фриковый инцидент. Это не внезапная флуктуация. Это тенденция, причем жирная такая, здоровая тенденция, что побеждает вот не это, а вот это побеждает. То, что делает Трамп, побеждает. А то, что делали мы, причем зачастую десятки лет, оно нихуя не, оно импотентное абсолютно. Поэтому бороду отрастил и как бы начал защищать этих протестующих 6 января. И таких, таких в принципе тоже много. Важно понимать, что это не изоляционисты, строго говоря. Среди них есть люди более изоляционистские, менее изоляционистские. Но у них другие приоритеты. У них нет такого, что выведем войска отовсюду. Это не палеоконсерваторы. Это не партия Патрика Бюкеннена. Вот что важно понимать. Да, я уверен, что если состоится красная волна в этом ноябре, республиканцы займут конгресс полностью. Если в 24-м у нас будет республиканский президент, то поставки оружия в Украину увеличатся, а расходы на эти поставки уменьшатся. Это, это мое предсказание. То есть, либо мы занимаем конгресс, либо мы занимаем президентство. Вряд ли будет и то, и другое. Но если что-то одно из этого сбудется, поставки оружия увеличиваются, расходы на них уменьшаются. Мое предсказание. Ясно, ленд-лист 2024. Ленд-лист не обещаю. Я говорю только о том, что возрастут поставки.